Художественность обязательно на любом этапе должна содержать в себе риск. Если автор все предусмотрел и все просчитал, и это гарантированно точно будет хорошо воспринято, в этом нет художественности, в этом нет выразительности. Только когда автор теоретически может проиграть, в этом начинает появляться энергия. И зритель это чувствует инстинктивно. Поэтому мы плохо относимся к стерильным коммерческим американским фильмам, сделанным по правилам по учебнику, без нарушений, без какого-либо поиска. Мы такие посмотрели, такие, мы зря потратили время. В любом хорошем коммерческом фильме есть отхождение от нормы, есть отхождение от правил. Просто их не очень много, потому что это коммерческое кино, там не должен автор прям сильно нас напрягать. Условно говоря, если сильно-сильно примитивно условно говорить, то вот 90% должно быть по правилам, а 10% можно нарушить. И вот эти 10% дадут момент художественно-стерической энергии для зрителя, а поскольку 90% все равно будет по правилам, у нас не будет слишком сложного восприятия, все равно будет легко быть развлеченным. И поэтому такая проблема с фильмами-продолжениями. Потому что когда люди находят эту формулу успеха в первой части, во второй части это становится уже нормой. то, что они нарушили, становится частью массовой уже культуры, нормой восприятия. Чтобы во второй части также сделать, содержать такую же энергию, надо снова новые 10% отхождения искать. А никто на это не готов. Поэтому все продолжения, как правило, хуже оригинальных частей первых. Потому что в них есть момент свежести. А дальше идет эксплуатация, найденная формула успеха. Субтитры создавал DimaTorzok